Одному из четырех бандитов, ограбивших с оружием и поддельным удостоверением офицера ФСБ инкассаторов, вынесли приговор. Дело в том, что один из четверых пустился в бега, двое других ушли прямо во время суда на СВО. Приговора ждал только он один, и вину он отрицал. Хочу добавить следующее, что во время нахождения в СИЗО мне не было наказано в давлении со стороны сотрудников МСБ ВРЧ, но в принципе почти все, поэтому один был, как бы, участие, признаю свою вину. Суд приговорил. Дубровина Романа Романовича признать виновным в совершении преступлений и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Роман Романович, согласны с приговором? Намерены обжаловаться? Может быть, вы, как адвокат, выскажите позицию? Скажите, будете ли обжаловать приговор? С приговором отчасти, конечно, согласны. То, что суд признал одного из подсудимых виновным в совершении данного преступления, в то же время суд исключил из обвинения квалифицирующий признак как организованной группы. По каким причинам, ну, пока не ясно. Остальные фигуранты дела у нас, как бы, утекли от ответственности. В настоящее время написаны всевозможные жалобы в различные инстанции, в том числе военную прокуратуру, военкоматы по поводу незаконности заключения контрактов с лицами, которые ушли и заключили данный контракт. С одной стороны, похвально их решение стать участником специальной военной операции, но почему-то данное решение было ими принято только после предъявления им особо тяжкого преступления. Кстати, во время ограбления инкассатора были похищены 2 миллиона рублей, которые везли из Нижегородской пиццерии. Деньги не вернули, теоретически должны сделать обвиняемые, но когда это произойдет, неясно. Спасибо.